Наш район уверенно берет курс на увеличение количества мест в детских садах. Доказательство этому – открытие дополнительных групп в дошкольных учреждениях. На прошлой неделе в двух сельских детских садах, в хуторе Барониковском и поселке Рисовом, открылись дополнительные группы для малышей. После капитального ремонта новые групповые ячейки соответствуют всем требованиям. Уютные, светлые, оформленные в красивой цветовой гамме. В каждом помещении новые пластиковые окна, хорошее отопление, в санузлах – красивая плитка на полу и на стенах, современная сантехника. Для оснащения новых групп приобретена удобная красивая мебель, игрушки. Работы по открытию групп выполнены на средства краевого и районного бюджетов в сумме более 6 миллионов рублей, благодаря действию краевой целевой программы развития образования. Каждая группа рассчитана на 20 воспитанников. Ребятам будет здесь комфортно, потому что созданы все условия для успешного получения дошкольного образования. В хуторе Барониковском для детсадовцев и их родителей в этот день был организован настоящий праздник. Стихи и песни пели малыши из подготовительной группы. Детский сад, детский сад, для родовников ребят, это домик для души, здесь играют малыши. Всех собравшихся поздравил с радостным событием, открытием новых групп глава Славянского района Роман Синеговский, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, глава протокского сельского поселения Владимир Симоненко. Мне приятно, что в крае продолжают работать программы по модернизации нашего дошкольного образования, по ремонту группы. Мы стараемся участвовать в этих программах. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский отметил, что обеспечение юных кубанцев местами в детсадах – одна из самых актуальных задач, стоящих перед краевой и районной властями. И эта задача успешно решается. За последние пять лет на Кубани направлено на развитие дошкольного образования более 13 миллиардов рублей. У нас 10 лет назад год рождалось 50-й среди детей в крае. Сейчас 75. Конечно, задачи власти не увеличиваются. Мама должна воспитывать и иметь возможность выйти на работу. Ребенок должен при помощи государства в хороших условиях тоже прирастать. Открытие групп стало настоящим праздником для малышей и их родителей. Попали в новую группу, что наконец-то мы идем в детский сад, что наше будет присмотрено в уюте, в тепле. Еще один уютный и светлый дом для 20 малышей открылся в рисовом сельском поселении. Сегодня необычный день. День рождения новой группы. Мы рады малышам, которые войдут в новые дети. И на 20 друзей и станет больше. После того, как в торжественной обстановке перерезали символичную ленту, малыши сразу же начали играть и общаться со сверстниками. Администрация района уделяет пристальное внимание проблеме нехватки мест в детских садах. Работу по увеличению численности мест в дошкольных образовательных учреждениях представители власти будут продолжать и в дальнейшем. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа События.